добрый день дорогие мои друзья как-то в последнее время вот мы шили для одной из моих учениц катеньки такой костюм брючный костюм строгий брючный костюм брюки и жакет жакет был приталенный с английским воротником с двушевным рукавом наша катя дошили жакет поворачивайся катя к нам вот так ну что-то такие запахнулась вырез делай по горловинке пониже вот вот так вот вот так вот дома катенька пришлёт пуговички петельки мы уже сделали вот они петельки у нас все повернись еще спинкой я не могу не любоваться вот на такую красоту брюки кстати тоже машины очень получилось очень красиво как-то мы выкладывали видео вы могли его видеть и поработав с тканью ткань был креп креп японский состав волокон я думаю креповое было переплетение состав волокон я думаю ацетат ацетат не шелк не сто процентов шелк хотя есть и шелковые креповые полотна я настолько влюблена в эту ткань я люблю креповое переплетение всегда потому что уходит блеск нет вот этого блеска если нет блеска нет объема ткани скреповым переплетением они прекрасно сутюживаются они формуются замечательно из них великолепно получаются брюки к тому же они не мнутся из-за того что туда добавлен эластан они не мнутся а когда мы их утюжим никакого пролегания припусков нет нет такой безумной усадки которая появляется сегодня в тех тканях где очень много в составе находится синтетики она дает какую-то безумную усадку ткани вот так буквально съеживаются сбегаются и становятся чуть не на размер меньше вчера вот оленьки делали жакет пока мы его клеили пока мы его утюжили пока мы его подготовили к осноровке осноровили одели и он стал на размер меньше и мы решили у нас исчез вот этот полузанос но правда мы когда его придумывали мы хотели делать стык и мы сделаем его снова в стык вернулись к этой идее и вещь у нас будет спасена но я хочу сегодня показать я когда работаю с такими тканями я себе говорю я должна поехать в магазин и купить себе такую ткань и каждый раз я откладывала это и вот наконец на этой недельке я решилась поехала и свою задачу выполнила и хочу с вами поделиться тем что я там купила хотела я купить ткань на летнее платье я люблю однотонные ткани посмотрите вот этот креп вот этот креп да это летняя платьица без рукавов может быть у меня будет на жару видно какой он тяжелый смотрите какая какие красивые формируются то есть фалды да посмотрите какая у него изнанка то есть я могу поиграть вот этой изнанкой и обработать какие-то детали какие-то вот здесь вот вещи да манжет ну там обтачки бейки какие-то может быть не знаю что еще придумаю вывести чуть-чуть на вот эту сторону и у меня будет вот такая вот великолепная отделка креповое приплетение японский креп составе я думаю это ацетат все-таки не шелк хотя там были ткани и шелком а может быть это и шелк оказался я не знаю факт тот что я очень люблю вот такого рода ткани рекомендую вам это будут самые такие вот изделия изысканные самые такие элегантные самые красивые однотонный цвет он всегда выигрывает вот потом еще одна ткань сообрази что не без помощи продавца что ткани сейчас уже в остатках потому что другие придут по другой цене вот эту ткань я купила по цене 3 900 они всегда были дорогие у катя у меня на этот костюм покупала за 4000 сейчас в остатках он висит висит там 3 900 он у них стоит да в магазине может быть где-то вы найдете другом месте подешевле на других marketplace а важно чтобы вы знали что искать я не знаю как называется эта ткань вот она просто чудесная в работе в носке практичная красивая и элегантная что еще еще я купила вот такой цвет на второе платьице здесь уже обычно у него идет вот такая видите изнаночка обычная двусторонняя ткань да вы скажете у меня есть но вот в той ткани из которой выполнено у платье я вам уже давала такие обзоры да оно из синтетики из какой-то выполнено из очень плотной синтетики хотя она так облагороженная все но все равно это была синтетика и мне в нем будет жарко а это в этой ткани жарко не будет у нее гигроскопические свойства очень высокие мало того что она не мнется она еще и дышит и для тех кто уже не может носить как говорится вот эти вот негигроскопичные ткани это очень важно вы сами меня понимаете да особенно с возрастом это приобретает определенное значение ну и конечно я решилась и купила тот же самый креп тот же самый креп себе на брючный костюм из которого шила брючки и вот этот вот жакет нашей танечки вот такое вот приятное матовое креповое переплетение биэластичное давайте посмотрим как она тянется значит это смесовая ткань тянется поперек видите сколько вот все ее растяжение ну сильно довольно таки и вдоль а вдоль вот не сильно она тянется но тоже тянется тоже тянется это биэластичная ткань все эти три ткани все биэластичные то есть и тяжелые биэластичные и тяжелые идеальные для брючных костюмов как мне продавец сказала этих тканей это ткани любимые для автоледи кто часто ездит в машине кому нужно выглядеть достойно как говорится да достаточно элегантно она не мнется вот в чем свойство не мнется дышит вы вышли из автомобиля и вы выглядите очень очень прилично то есть запоминаем креповое переплетение японские ткани ищите у себя в районах у себя в каких-то городах и местностях любите эти ткани из них можно шить абсолютно абсолютно все для москвичей где продаю где я это купила я это купила на ленинском проспекте в том доме где тесура только если посмотреть на этот дом со стороны памятника гагарину с левой стороны есть с правой тесура будет вход магазин тесуру а вы знаете этот магазин ткани музей ткани еще называют там кстати похожие ткани стоят от 12 тысяч начиная от 12 я их ну это не похоже хуже там тоже опасно покупать эти ткани несмотря на их цену это еще не есть гарантия качества а это с левой стороны будет арка надо в арку зайти и снова повернуть налево вы увидите такую скромную небольшую вывеску итальянские ткани вот там именно я была и там всегда хозяйка работает вот с этим ассортиментом когда привезет следующий раз не знаю если вы туда попадете москвичи пожалуйста обратите внимание на шерстяные крепы без подобного качества без подобного качества тоже однотонные большая гамма цветовая вот эти уже были в остатках поэтому я не могла выбрать себе что-то другое опять выбрала то что выбираю всегда синий розовый ну вот это вот мои краски как говорится хотя хотелось что-то другое мне сделать вот и еще я там увидела совершенно бесподобные ткани однотонные в стиле шерстяного шерстяная основа у них в стиле шанель вот эти вот буклешечки шанельные да они однотонные там нет этого металлического блеска нет этого акрила нет вот этих пушистых вставок которые да дают узнаваемый эффект в ткани шанель но в то же время они их и упрощают и они делают какими-то другими а здесь без подобного качества ткани шанель на летнее пальто на костюмы на какие-то достойные вот такие вот тоже статусные костюмы да пожалуйста сходите туда купите я не считаю вот это какой-то рекламой я просто даю вам совет где найти реально достойной достойной хорошей ткани вот пожалуйста идите все туда ну и конечно напоследок я не удержалась увидела ткань висела она у них вот такая вот ткань это вот это шелк стоит этот шелк 5 900 он мне очень конечно же понравился посмотрите какие краски какое сочетание два цвета на лето два цвета да без перебора какого-то синий и вот такой вот бежевый какое оно достойное элегантное когда я стала трогать эту ткань продавец говорит это гуччи я надо же вот что мне нравится то стоит бог знает сколько 5 900 стоит вот эта ткань но я купила себе метр на платьице может быть с коротеньким рукавчиком совсем или без рукава мне хватит потому что я люблю на лето когда большая жара когда смотрите оно тоже тяжелое но очень тяжелое это сто процентов шелк и она не сто процентов потому что не мнется если у него эластан да посмотрите немножечко я его вдоль я его тяну она нисколько у нас не тянется а попробуем поперек его потянуть вот оно идет растяжение значит здесь шелк с эластаном эластан это синтетика за счет того что есть эластан это платье эта ткань не будет мяться совсем не будет мяться и с ней легко работать натуральным шелком работать очень тяжело натуральный шелк как правило не тянется ни вдоль ни поперек он очень тонкий на нем остаются следы даже от капельки воды не говоря уж о том что если это жара и подмышка у вас немножко станет влажный что вы там будете видеть и в этом месте обязательно будет очень страшный некрасивый замин а вот эту ткань как бы ты ее не мял видите она остается как ни в чем не бывало это платьице летние на жару будет спасением вам и в поездках и на работе и в транспорте и везде 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 то есть рекомендую покупать и искать вот такие ткани их не должно быть очень много но я разорилась в этот раз и позволила себе вот это все потому что достаточно высокая цена вот таких вот качественных тканей она себя оправдывает хотя на этом пути тоже могут оказаться может оказаться очень много ловушек поэтому будьте осторожны я не знаю как она называется эта ткань ткани сейчас очень много придумано названий совершенно разных разные фирмы придумывают что хотят но я знаю что эта ткань по тактильным ощущениям по свойствам по своему составу состав и можете узнать увидеть это уже более такое вот по ощущениям опять же синтетика ломкая искусственные волокна это дерево это отходы и древесной промышленности опилки искусственные волокна это уже лучше но они мнутся а если туда добавлено вот как вот этот креп у нас да а когда туда добавлено как раз вот это вот немножко синтетики в виде эластана то это вот эта мятость вот это свойство проходит а гигроскопичность остается тяжесть и придение особое придение вот такими креповыми ниточками никакого блеска и будет замечательное замечательное изделие потому что качество наших изделий зависит не только от того какие у нас ручки опытные неопытные золотые или нет что мы придумали но и в первую очередь это зависит от тех свойств ткани которые вы выбираете потому что даже если говорить обо мне и на старуху бывает проруха мы иногда купим ткань сошьем платье оденем на себя пару раз и понимаем что жить в этом платье нам некомфортно неудобно или в брюках вот у меня много брюк сшито но ношу я одни вторые может быть и третьи а все остальные посмотрю на них и опять прохожу мимо не из-за того что они плохо сшиты или скроены или сидят плохо именно из-за свойств ткани поэтому желаю вам быть более более бдительными внимательными научиться выбирать действительно то что вам будет служить верой и правдой и будет превращать ваши затеи ваши идеи в любимые до новых встреч всегда ваша Галина Коломейко